пусть тангенциальное ускорение 0 нормальное ускорение ну то есть по величине скорость не меняется по направлению скорость не меняется это равномерное прямолинейное движение тенгенциальное ускорение константы нормальное ускорение номер тангенциальное ускорение констант это означает что за любые равные промежутки времени скорость изменяется на одинаковую величину то есть дельта в надельпаде things то то есть данное движение называется равно ускорен пом направления вектор скорости не меняется соответственно это прямо линейное движение тангенпуезд тангенциальное ускорение 0 нормальное ускорение константа то есть по величине с течением времени скорость не меняется по направлению за любые равные промежутки времени скорость по вектор скорости поворачивается на один и тот же угол данном случае это движение равномерное движение по окружности что еще придумать пусть тангенциальное ускорение константа нормальное ускорение тоже константы что это за движение то есть за любые равные промежутки времени скорость меняется на одинаковую величину и за любые равные промежутки времени вектор скорости поворачивается на один и тот же угол но это явно движение не по окружности траектория движения будет меняться на траектории движения меня не прямолинейная однозначно потому что есть нормальное ускорение как бы мы предположим у нас траектории движения окружность это просто предположение как математики называется доказательство от противного нормального ускорения у нас определяется выражением в квадратная скорость у нас меняется то есть есть чтобы нормальное ускорение было константа радиус тоже должен меняться скорость у нас меняется любые равные промежутки времени скорость меняется на одну и ту же величину вот это то что то тангенциальной константы нам это показывает то есть это не окружность тогда что это может быть скорее всего это спираль какая-то вот такая траектория ну и так далее то есть можно до бесконечности вот такие вот писать перебирать можно вообще написать общий вид то есть тенденциальное ускорение может быть функция от времени и нормальное ускорение тоже может быть функция от времени какие-то функциональные зависимости можно только предполагать то есть для того опять таки для того чтобы определить пола конечное положение тела в пространстве нам нужно знать не только как меняется скорость в течение времени но и нужно знать как меняется ускорение в течение времени то есть фактически на данный момент моих рассуждений ускорение это является как бы основной кинематической величиной с помощью которого можно определить положение тела в пространстве ну давайте проиллюстрируем рассмотрим наиболее простые виды движения это равномерное движение прямолинейное и равноускоренное движение равномерное движение то есть скорость по величине и по направлению константа ускорение 0 полное ускорение 0 то есть и тангенциальное и нормальное ускорение равны нулю построим график зависимости скорости от времени проекте скорости на какую-либо ось скорость константа то есть соответственно проекте скорости на ось тоже будет константа перемещение тела в любой момент вообще в любом случае если мы знаем функциональную зависимость скорости от времени перемещение тела можно определить по этой функциональности как площадь под кривой данном случае это получается прямоугольник то есть перемещение будет равно в x умножить на дельта т как я уже говорил с помощью перемещения конечное положение тела определить нельзя перемещение в свою очередь по любой оси это конечная координата минус начальная соответственно конечную координату можно определить при равномерном движении вот таким вот образом вот это вот уравнение не является уравнением движения потому что по нему нельзя положение тела в пространстве найти а вот это уравнение то есть x 2 равно x 1 плюс vx на т является уравнением движения так как по нему по этому уравнению можно определить конечное положение тела ну или положение тела любой момент то есть это уравнение движения уравнение равномерного движения следующий вид движения равноускоренный то есть ускорение у нас постоянная величина давайте для простоты рассуждения возьмем равноускоренная прямолинейная то есть тангенциальное ускорение константа нормальное ускорение 0 среднее ускорение нас определяет как дельта в на дельта т давайте рассмотрим движение по оси пусть будет по оси y и у нас дельта в на дельта в на дельта т константа то есть это означает что за любые равные промежутки времени изменение скорости одно и то же если изображать функциональную зависимость скорости от времени то это у нас будет линейная зависимость или давайте так изменение скорости вообще у нас всегда можно определить как на конечная скорость минус начальная так у нас по оси y ведь было да не в векторной форме в принципе можно и векторной оставить разницы какой особо тогда то есть конечная скорость равна начальная плюс ускорение на время если а у нас константа переменным параметром у нас является только время независимым параметром то есть у нас будет линейная функция математики напомню а плюс bx построим график зависимости проекции скорости от времени то есть момент времени т1 скорость в один момент времени т2 скорость в 2 понятно что у нас какой какие-то другие моменты времени скорость может быть больше может быть меньше как я уже говорил перемещение тела по функциональной зависимости вы от и можно определить как площадь под кривой данном случае у нас получается трапеция площадь трапеция определяется как полусумма оснований на высоту так первое основание у нас в один игрек второе основание в 2 игрек полусумма высота у нас т2 минус т1 ну или можно обозначить как дельта т то есть интервал разного времени течение которого рассматривается движение подставив подставим функциональную зависимость в 2 вот дельта т напомню в 2 игрек у нас была равна в один игрек плюс а и грек на дельта т проделав необходимые математические операции мы получим следующее выражение если записывать это выражение векторном виде не в проекциях на какую-либо ось то она будет выглядеть следующим в один игрек это у нас начальная скорость то есть начальный момент времени можно так записать если начальный момент времени взять на за 0 то дельта т будет равно т2 или просто ты у нас векторное уравнение мы с вами нашли перемещение тела выражение для перемещения тела при равно ускоренном движении не нашли вывели уравнение равно ускоренном движении то в данном случае это не уравнение движения с помощью этого уравнения просто можно определить перемещение тела за какой-либо интервал времени чтобы определить конечное положение нужно знать сам величину самого перемещения по какой-либо оси и соответственно начальное положение то есть данном случае если я рассматривал движение по оси y y2 у нас будет равно y1 то есть начальная координата плюс приращение этой координаты то есть плюс само перемещение то есть вот это выражение вместо в один я написал в 0 то есть начальная скорость при скорость данный момент в начальный момент времени данное уравнение является уравнением движения это у нас уравнение равно ускоренного движения